Ребята, всем огромнейший привет! Вы попали на канал «Семя на чемоданах». Меня зовут Славян. Вот тут оставлю свой инстаграм. Подписывайтесь, если еще не подписывались. Конечно, подписывайтесь на канал. У нас всегда интересно и всегда классно про путешествия, про путешествия с детьми и с очень маленькими. Мы, кстати, совсем скоро на днях улетаем в Турцию. Это будет наш новый сезон. Турция своим ходом. Едем, точнее, летим на самолете в составе пяти человек. Это я, Насенька, Артему 6 лет, Родиону 4 и самому маленькому нашему чуду всего лишь два месяца. Поэтому сезон будет максимально интересен, максимально заряженный. Мы очень сильно переживаем, поэтому ваша поддержка нам очень сильно нужна. Но выпуск сегодня не про Турцию, не про то, как мы поедем, а про Сочи. Про наш лично любимый город, в который всегда хочется ехать, в котором всегда хочется отдыхать, в котором хочется жить. И мы прожили в этом большом городе, в большом Сочи совокупно год. Жили на Красной Поляне, жили в Сириусе и также еще жили в множестве мест, снимая там недвижимость посуточно. Перед тем, как я хочу начать данный видеоролик, я хочу вас познакомить с нашим авторским гайдом, который мы написали, упаковали весь свой опыт, свои лайфхаки, и готовы передать это вам по очень скромной цене всего лишь 490 рублей. Поэтому, если вы собираетесь в Сочи и хотите в Сочи пропутешествовать с легкостью, с удовольствием и налегке, то приобретайте гайд, пишите либо мне в Инстаграм, в Директ, либо Настеньке, ссылочки прямые в описании. Изучайте его, друзья, и путешествуйте по большому Сочи с удовольствием. Ну а теперь, друзья, мы вместе с вами перейдем к этому выпуску, который я очень давно хотел записать, но почему-то я все откладывал, откладывал, откладывал. Хотя, скорее всего, это нужно было сделать гораздо раньше. Возможно, даже перед сезоном, а возможно, перед с детьми каникулами. Да ну и ладно, я думаю, что вам это будет актуально в любом случае. К тому же, я уверен, что есть сейчас зрители этого видеоролика, которые до сих пор не были в Сочи. И вы можете сказать по ту сторону экрана, да ты чё как так-то? Да на самом деле, огромное количество людей, которые ни разу не были в Сочи. И в этом году, когда мы там жили, мы знакомились с такими людьми, которые нам говорили, что прикиньте, мы первый раз в Сочи. Мы были за границей, но вот в Сочи первый раз. Ну, ситуация в мире так складывается, что люди в Сочи поехали. Этот видеоролик я хочу записать на ту тему, а как же добраться в Сочи. Как удобней, как выгодней с точки зрения финансов. И вообще, как удобней, на что ты времени потратишь меньше, денег сэкономишь и так далее и тому подобное. И за основой мы берем три основных и три возможных, в принципе, маршрута до Сочи. Это автомобиль, это самолет и это поезд. Нам так повезло, что и на том, и на том, и на том мы добирались. Поэтому я готов вам на своем опыте все это дело рассказать и передать. Ну, а вы, досмотря этот выпуск, может быть, он вас даже спровоцирует поехать в Сочи, посетить очень красивые места. И вы просто беретесь, быстренько взвешиваете, что и как, и отправитесь туда. Итак, первое, с чего мы начнем, друзья, это поезд. На поезде до Сочи можно добраться элементарно. Будем брать из расчета Москва, Сочи. Я не буду брать другие города. За основу берем Москва и Сочи. Ну, просто так мы ездили. И ездит огромная часть людей. Кто-то ездит с пересадками через Москву. И это, в принципе, тоже логично, потому что можно еще в Москве потусоваться, потом отправиться в Сочи. Так вот, поезд. Мы ездили в Сочи как раз из Москвы. Точнее, мы вообще поехали, знаете, как из Сочи в Москву в гости. И потом мы поехали, естественно, из Москвы в Сочи. Мы ехали на двухэтажном поезде. Первый раз в жизни. Кто не смотрел этот выпуск и кто хочет углубиться в эту тему, два выпуска у меня есть, друзья. Один набрал, по-моему, уже 400 тысяч просмотров. Второй поменьше. Два выпуска я оставлю в описании. Посмотрите. Мы специально так сделали. Мы туда ехали, значит, на втором этаже в купе. А обратно мы ехали на первом этаже. То есть, это два выпуска и два сравнения. И потом я сделал еще третий ролик. Он просто прям про два этажа. Прямо сравнение. Берем это, этот предмет и сравнивать с первым этажем. Берем эту ситуацию и сравнивать с первым этажем. Вот такие очень классные ролики для тех, кто захочет поехать на поезде. Нам, если честно, повезло. И мы отправились и туда, и обратно. Мы покупали билеты по какой-то сумасшедшей акции, друзья. Всего лишь, только вдумайтесь в эту цифру, всего лишь за 6500 билет туда и 6500 билет обратно. На нас на четверых. У нас тогда было четверть, а маленький был в животике. Мы, получается, выкупали целое купе. И это очень дешево. Сейчас таких цен нет. Причем у нас в билет входили тапочки, мыльно-рыльные принадлежности, входило питание, входило белье. То есть такое, знаете, все включено всего лишь за 6500. После этого видеоролика мне, конечно, начали писать, что с такого числа все это отменили. И да, действительно, это так. Но вдруг вам тоже повезет, и вы попадете под какую-то акцию. Но на данный момент таких билетов, друзья, уже нет. Сейчас, друзья, в среднем билет на поезд обойдется в 28 434 рубля. Это если мы разговариваем про деньги, это из расчета на четверых человек. Мама, папа, два ребенка. Если вы один, то у вас там вообще другие подсчеты. Мы как бы канал семейный, поэтому будем исходить из семейного канала. Но если вы один, знаете, у вас гораздо все дешевле. Примерно 28 тысяч, возможно, дешевле на определенные даты. Смотрим на ноябрь, на сейчас, на ноябрь, на актуальную информацию. Что касается сюда еще цен. Это тысяча сюда заложено. Нужно купить еды с собой в дорогу, чтобы покушать. Так как сейчас вроде как там не кормят, а покупать еду там в ресторане. Цены от слова ресторан, качество от слова вагончик. Поэтому берем с собой, там мешаем, завариваем и так далее. Есть микроволновочки, есть кипяточек. Поэтому все можно приготовить и покушать, так сказать, домашний день. Что касается по времени, так поезд идет 24 часа, а какой-то даже идет еще и медленнее. Поэтому, ну, в принципе, за 24 часа можно доехать. Сюда же мы закладываем час, что вам нужно будет проехаться до метро, до вокзала. Можно приехать там впритык. Прямо в момент управления, так делали мы, почти опаздывали, что только доехали в Москву, что из Москвы. Ну, у нас так всегда как-то получается. Приезжаем всегда впритык. По времени, вот получается, чтобы доехать из Москвы до Сочи, с учетом метро, примерно 25 часов. И, ну, плюс-минус, давайте вообще прям максимально округлим, это 20 тысяч рублей. Следующее, друзья, на чем можно очень быстро добраться до Сочи и очень дешево, между прочим, это самолет. Я, конечно, балдею от самолета, но есть тоже свои минусы, потому что существует огромное количество людей, которые боятся летать, которые боятся взлетать, которые боятся садиться, которые боятся находиться в воздухе. Поэтому самолет огромному количеству не подходит, и люди выбирают различный наземный транспорт. Так вот, что касается самолета, сейчас на ноябре можно купить билеты на человека за 3 тысяч рублей. То есть билет в один конец обойдется всего лишь, друзья, 12 тысяч. Я считаю, что это очень дешево, при условии, что в воздухе вы находитесь всего лишь 2,5 часа. Это не в Таиланд лететь 10 часов, это не в Америку лететь 2 суток, 2,5 часа из Москвы, из серой, холодной уже Москвы, вы оказываетесь в классной природе, где растут пальмочки, морюшко, горы и так далее, и вы просто кайфуетесь через 2,5 часа. Но не стоит забывать, что помимо 12 тысяч в один конец вам нужно потратить денег на метро, хрен его знает, сколько стоит метро. Вам нужно потратить денег от конечной станции метро на такси, это примерно 1000-1500, зависит, сколько у вас человек, но мы рассчитываем на четверых, поэтому седанчик смело подойдет. Но так как дети, нужны еще и кресла, и так далее. Соответственно, по времени, 2,5 часа плюс час на метро, еще час-полтора вам нужно будет доехать от метро до аэропорта, и нужно еще 2,5 часа закладывать на регистрацию. То есть уже у нас получается примерно 5 часов, и 2 часа это уже 7 часов, округлим, окей, 8, плюс час нам нужно потратить на получение багажа, это однозначно, эта процедура, как всегда, очень-очень долгая, независимо, каким даже классом ты летишь, ты все равно будешь получать багаж очень долго. Итого уже 9 часов, друзья, 9 часов вы потратите из точки А в точку Б. И, казалось бы, покупаете билет, что там 20,5 часа, и вы в Сочи. Нетушки. Закладываете еще вот эти промежуточные, промежуточное время, и окажется, что как бы далеко не 2,5 часа. Но по деньгам я, конечно, вам озвучил. 12 тысяч, 1000 на такси, и все у вас там, грубо говоря, 13-14 тысяч, и вы в Сочи. Что, считаю, ну, классно. Ну и третий мой хороший пункт, который лично мы очень и очень сильно любим, который, как правило, мы выбираем, это... Это, конечно же, ехать на машине. Мы очень заядлые автопутешественники, мы очень много проехали на своих машинах. Эх, последняя машина, которой мы туда-сюда прокатились неоднократно, это был Mercedes ML, мы, кстати, недавно его продали, выпуск тоже оставлю в описании, посмотрите. Вот, уехал он в Карачаево-Черкесию, очень сложно было пойти на этот шаг, но нужно было, потому что, говорю, вот у нас сейчас улетаем в Турцию, и смысл оставлять тачку здесь, не вариант. Приедем, купим новый, в любом случае нам нужна другая уже больше машина, как минимум 7 мест, потому что у нас есть уже маленький, и в ML-чке было очень тесно. Так вот, друзья, что касается по машине. По машине ехать в одну ходку, доехать до Сочи можно, но это экстремально, и делать это с детьми я вообще не рекомендую. Мы на своей практике всегда доезжаем за один присест из Москвы до Краснодара, на это у нас уходит примерно 14 часов. В Краснодаре мы делаем остановку, спим, ночуем, и рано утром, там, часу 8-9, мы выезжаем уже в Сочи. Мы не ездим по серпантиновую ночью, хотя многие рекомендуют. Один раз я там прокатился в темное время суток, мне лично некомфортно, хотя с точки зрения экономии времени, конечно, лучше. На дорогу вот выходит примерно до Краснодара в 14 часов, от Краснодара до Сочи у вас уйдет еще порядка 7 часов, если, ну, рабочее будет движение, там, где-то постоите, где-то будете ехать, но не сильные будут пробки. Если будут сильные пробки, то встанете на очень-очень долго. Соответственно, что касается по времени, от точки А до точки Б у вас уйдет примерно, друзья, 30 часов, то есть это нужно понимать. Повторюсь, что в одну ходку ехать я не советую. А теперь, что касается по ценам, от из Москвы до Краснодара на топливо уходит примерно 6-7 тысяч рублей, ну, я и схожу по своим машинам, плюс от Краснодара до Сочи уйдет еще примерно 2 500, вот, вот, итого 8-9 тысяч у вас уйдет. Плюс нужно понимать, что из Москвы до Краснодара вы не будете, скорее всего, вы не будете ехать по бесплатной дороге, будете ехать по платнику, чтобы экономить время, а это еще закладываете плюс 2 500 оплатить платные участки, их там, по-моему, 11-12 штук. Далее, вам нужно, естественно, будет остановиться покушать, мы лично останавливаемся один раз на плотный обед, плюс с собой еще берем еды. Плотный обед, как правило, мы выбираем помпончик, там кушаем, это у нас уходит 1000-1200, плюс еще что-нибудь докупить в дорогу погрызть, там, фруктов, печенек и так далее, и то подобное, это еще там рублей 500, то есть 1500 на еду будет, ну, в принципе, за глаза. То есть на автомобиле из точки А в точку Б у вас уйдет примерно 12-13 тысяч, и по времени, я бы сказал, порядка 30 часов. Много-мало решайте вы, но по мне так, по мне так, в машине есть очень большой, огромный плюс. Вы можете остановиться там, где вы хотите, можете остановиться тогда, когда вам удобно, и немаловажный плюс, и он, наверное, даже первый и важный, это то, что вы едете в своей машине, на вас никто не дышит, вам никто не мешает, у вас нету соседей, и вы едете вот в своем личном пространстве, лично для нашей семьи это очень-очень важно. Ну, а на чем добираться до Сочи, конечно, это выбор остается за вами, я лишь поделился своим опытом, своим мнением и рассказал вам по финансам, а вы уже делаете выбор и принимаете решение. Я очень надеюсь на вашу поддержку данного видеоролика, пишите комментарии, пишите, на чем вам удобнее добираться, поддерживайте выпуск лайком, репостом, и, конечно, подписочкой на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики с нового сезона. Я вас всех обнял, до новых выпусков, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok